МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самых заметных событиях этого дня расскажет Пульс города в студии Екатерина Иванова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. Приступаем к водным процедурам. После летних каникул открывается Кандалакшский бассейн. 86 лет изучают и охраняют птицы-животных. Кандалакшский заповедник отмечает свой день рождения. Для спортсменов и болельщиков продолжается реконструкция хоккейной площадки на Данилово. Репетиция отопительного сезона в железнодорожном микрорайоне и центральная часть нашего города, запланированная на 10 сентября, будет проведена в более поздние сроки. Решение принято специалистами Мурман Энергосбыта по согласованию с городской администрацией. Такая информация была озвучена накануне в ходе заседания по вопросам ЖКХ. Как пояснили теплоэнергетики, необходимость в переносе сроков проведения пробных топок вызвана тем, что еще не все управляющие компании выполнили предписание МЭС по замене дроссельных устройств в элеваторных узлах многоквартирных домов. В таких условиях подавать ресурс на жилые объекты пока не представляется возможным. В микрорайоне Нива-3 будут введены ограничения для движения автотранспорта. Они начнут действовать со следующего понедельника, 10 сентября. Дорога будет перекрыта на участке от пересечения улиц Кандалакшское шоссе и Полярное перекресток в районе старой пятой школы до пересечения Кандалакшского шоссе и улицы Объездная. Это у автостоянки перед Кандалакшским алюминиевым заводом. Введение ограничения связано с проведением неотложных работ по прокладке новой кабельной линии. Энергетики планируют справиться с поставленной задачей к пятнице, 14 сентября. Работы по реконструкции хоккейной коробки в районе дома номер 28 по улице Данилова переходит в активную фазу. Подрядчик торопится успеть до первого снега, а скорее первого льда. Прежде чем начать строительство новых помещений, необходимо убрать старый демонтаж спортивных и судейских боксов уже начался. Чуть раньше специалисты подрядной организации разобрали защитную сетку Рабицу. После этого будет установлена новая сетка и ограждение будет покрашено, что позволит обеспечить безопасность не только спортсменов, находящихся в наших спортивных боксах, но и тех, кто будет просто наблюдать за событиями. При составлении проекта реконструкции площадки учитывались не только вопросы, связанные с безопасностью зрителей, но и игроков. Ведь долгое время кандалакшские хоккеисты ожидали выхода на лед в деревянных, промерзших и продуваемых ветром боксах. Теперь их сравняют с землей, а на их месте появятся новые, удобные, современные и, что немаловажно, отапливаемые павильоны. Новые боксы будут отличаться материалом исполнения. Эти у нас были деревянные, новые будут металлические. Большой бокс, он будет 10-метровый по длине. 5 метров из него это будет открытая площадка с оргстеклом, то есть с прочим оргстеклом. Там можно будет наблюдать за теми играми, которые происходят на льду и делать это безопасно, готовясь к своему выходу на лед. Вторые 5 метров, они будут закрыты, будут отапливаемы, и там каждый из спортсменов сможет переодеться, подготовиться к своему выходу. А дальше безопасно для себя, для судей, арбитров и так далее наблюдать за происходящим на льду, находясь в полностью закрытом боксе. Напомним, что реализация проекта по реконструкции хоккейной площадки появилась благодаря поддержке фонда Елены и Геннадия Тимченко. Они выделили на развитие спорта в Кандалакше 1 миллион рублей. Средств хватило не только на переоборудование, катка и хоккейную экипировку для ребят, но и на приобретение звукового оборудования. После длительного перерыва свою работу возобновляет Кандалакшский бассейн. Спортивный комплекс вновь распахнет двери навстречу любителям плавания 10 сентября. В новый сезон по старым правилам и расписанию с 8 утра до половины десятого вечера каждый день, кроме понедельника. В первый рабочий день недели спортобъект будет открыт с полудня до половины десятого вечера. Неизменной останется и стоимость посещения бассейна, а для льготных категорий граждан продолжат действовать скидки. В частности, школьники, студенты, ветераны боевых действий и пенсионеры смогут приобрести билет на посещение спортивного объекта за полцены. Так же, как и перед началом летних каникул, в бассейне будет действовать режим свободного плавания. Прийти и поплавать можно в любое время, без привязки к расписанию сеансов. Тогда, когда удобно и столько, сколько нужно или хватит сил. Правда, при наличии свободных мест на дорожках, а их, вероятно, не всегда будет достаточно. Количество групп в секции по плаванию увеличилось. Соответственно, и тренировок станет больше. Проводиться они будут с понедельника по четверг с трех часов дня до половины восьмого вечера. Проверка на дороге. Сегодня сотрудники Кандалакшского отдела ГИБДД провели незапланированный кратковременный рейд у средней школы номер два. Внимание, дети! Знаки, предупреждающие водителей о необходимости сбросить скорость, установлены при подъезде ко всем образовательным учреждениям. Однако, далеко не все на них реагируют. Бывает так, что и пешеходы пренебрегают элементарными правилами. Пытаясь сэкономить пару минут, перебегают дорогу в неположенном месте. Хотя рядом, всего в паре метров, находится бело-желтая зебра. Напомнить о соблюдении ПДД горожанам решили сотрудники ГИБДД. Сегодняшнее утро, правда, началось без нарушений. Похоже, увидев возле школы патрульный автомобиль, и шкалеры, и владельцы авто постарались быть предельно аккуратными и дисциплинированными. Свой день рождения отмечает сегодня Кандалакшский заповедник. Он был образован 7 сентября 1932 года. 86 лет назад здесь было решено поставить под охрану гагу обыкновенную. Она была под угрозой исчезновения. Сейчас численность этой морской утки удалось восстановить. А заповедник продолжает изучать и охранять животных и птиц, которые обитают на островах Белого и Баренцево-Морей. Об особенностях своей работы в современных условиях рассказывают сотрудники научного отдела заповедника. Елена Васильевна Шутова впервые приехала в Кандалакшский заповедник еще студенткой в 1974 году. Она училась на биологическом факультете Горьковского университета. Летний выезд на практику определил дальнейшую судьбу. Я хотела работать в заповеднике. Когда кончила университет, сразу не получилось. А как только появилась возможность, поскольку я здесь была студенткой, я представляла саму работу, я представляла места, в которых работать придется. Мне это нравилось. Поэтому при первой же возможности я переехала сюда работать. С тех пор тут так и работаю. В Кандалакшский заповедник Елена Васильевна устроилась орнитологом в 1979 году. Ее научный интерес прикован к птицам из отряда воробьиных, когда прилетают, где гнездятся, чем питаются. Некоторые птахи живут вместе с научным сотрудником заповедника бок о бок много лет. Об этом Елена Васильевна знает наверняка, благодаря кольцеванию. Мы их метили цветными колечками. У каждой птички были индивидуальные колечки, индивидуальный набор колец. И по этим цветным кольцам мы знали, да, вот эта вот Маня, она живет здесь уже три года. А вот эта вот, она жила в прошлом году вот на этой крыше, а в этом году она вот туда под камнем поселилась. Тут ее, видимо, выселил кто-то другой или еще что-то не понравилось. Мы ее знали индивидуально. И некоторые птицы жили по 8-9 лет, прилетали, возвращались каждый год. Так из года в год собирают научные сотрудники информацию о животных и растениях Кандалакшского заповедника. А все данные скрупулезно записывают. Раньше их записывали, переписывали вот на такие вот карточки за каждый год, в общем, каждую встречу животного. Сейчас мы все заносим в компьютеры, свои данные. И вот начали переносить многолетние данные за все предыдущие годы. Потому что для того, чтобы обрабатывать, удобнее, конечно, пользоваться сейчас уже компьютерными формами, компьютерными таблицами, а не карточками. И старые картотеки, и новые электронные данные опубликованы в летописи природы. Это многолетний научный труд, который хранится на полках заповедного архива. Читать такую книгу можно только по специальному разрешению, чтобы не истрепалось. Ведь ежегодно выпускается всего три экземпляра. Данные летописи нужны в различных сферах, в том числе для контроля за экологической ситуацией, чтобы можно было понять, как человек влияет на природу. Для этого нужно анализировать информацию, которая собирается ежегодно много лет подряд по одним и тем же методикам. Именно этим и занимаются научные сотрудники. Виталий Витальевич Бианки – старожил Кандалакшского заповедника. Здесь он трудится почти 70 лет. За годы работы заметил, что многие птицы привыкают к вниманию со стороны людей, если это внимание не причиняет пернатым вреда. Они запоминают на всю жизнь. И если я ловлю потом эту птицу, которую птенцом окольцевал, а потом во время гнездования её, её ловлю на гнезде, и один год, и второй, и третий, и ловлю, и быстренько отпускаю, то она же всё это запоминает, и она уже перестаёт слишком сильно, во всяком случае, избегать этого стояния. То есть птицы зачастую не меняют место обитания даже после манипуляций, которые проводит научный сотрудник. Измеряет, взвешивает, осматривает, подсчитывает. Виталий Витальевич отмечает, в Кандалакшском заповеднике изучать птиц гораздо удобнее, чем во многих других местах. Территория охраняемая находится главным образом на островах. Значит, территория ограниченная. На ограниченной территории легче выяснить какие-то особенности жизни любого вида, особенно птиц, которые очень подвижны. Изучать особенности жизни обитателей заповедника – повседневная задача научных сотрудников. С мая по сентябрь – полевой сезон. Всё лето на работе, вдали от города, на островах Белого или Баренцева моря. Но специалистов-зоологов это не пугает, даже наоборот. Я бы могла и весь год там жить. Просто мне в природе жить гораздо интереснее, чем в городе с людьми. И в первую очередь, да, то, что там можно, ну, чувствуешь себя и более свободной, и менее зависим от кого-либо, меньше всяких условностей. Природа и свобода – это их выбор. Сейчас в Кандалакшском заповеднике девять научных сотрудников, почти все с многолетним опытом. Заповедные острова ждут молодых романтиков, которые продолжат писать летопись природы. И это всё, о чём мы успеваем вам рассказать сегодня. Далее вас ждёт короткий блок коммерческой информации и прогноз погоды на предстоящие выходные. А мы с вами увидимся в понедельник. Смотрите нас в 18 часов 30 минут на канале ТНТ-4. Всего вам доброго, интересных выходных и до встречи.